Здравствуйте, вы смотрите новости. Это специальный выпуск, посвященный единому дню голосования и праздничным мероприятиям в честь Дня города и Дня работников нефтегазовой промышленности. Итак, сегодня в России единый день голосования. Муравленковцы принимают участие в трех избирательных кампаниях. Нам предстоит избрать губернатора Тюменской области, депутата законодательного собрания Ямала. Жители 4 и 8 избирательных округов голосуют на дополнительных выборах депутатов городской думы. На пост губернатора Тюменской области претендуют от Единой России в Рио губернатора Тюменской области Александр Мор, от КПРФ Иван Левченко, Артем Зайцев баллотируется от партии ЛДПР, Владимир Пискайкин, от Справедливой России. На мандат в окружной парламент претендуют три человека. Единую Россию представляет Светлана Каменская, КПРФ Сергей Зарипов, Татьяна Куликова, ЛДПР. На два мандата в городской думе претендует шесть человек. По избирательному округу номер 4 выдвинуты Наталья Черкова от Единой России, либерал-демократ Виктор Камлев и коммунист Сергей Козырь. По восьмому округу заявились Елена Кирсанова от Единой России, ЛДПР представляет Сергей Анашкин, КПРФ Александр Чернышев. Кроме этого, сегодня депутаты законодательного собрания должны избрать губернатора Ямала. Президент Владимир Путин внес на рассмотрение в окружной парламент три кандидатуры. В список президента вошли временно исполняющие обязанности губернатора округа Дмитрий Артюхов, зампредседателя комитета ЗАГС собрания по социальной политике ЖКХ Александр Голубенко и руководитель дирекции транспорта автономного округа Виталий Лагутин. Избирательные участки открылись сегодня ровно в восемь часов утра. Наша съемочная группа работала в Доме культуры Украина, рассказывает Татьяна Бойко. На часах ровно восемь 404-я участковая избирательная комиссия к встрече избирателей готова. Как правило, первыми торопятся дать свои голоса те муравленковцы, у которых сегодня рабочий день. Горожане многого ждут от выборов. Стабильность и уверенность в завтрашнем дне и дальнейшем развитии региона. Прекрасное настроение, с активной позицией проголосовать за тех людей, которым я доверяю, для того, чтобы в нашем избранительном собрании, в нашей Думе находились профессионалы своего дела, а компетентные и грамотные люди. Голосую за нужных людей. Настроение хорошее, так что проголосовал, пойду на работу с хорошей душой, чтобы отдал свой голос. Самое главное, чтобы страна развивалась, чтобы дети в будущем жили хорошо, достойно и счастливо. Всего на 404-м участке в списке избирателей 2401 человек. Досрочно проголосовали 50 человек. Нововведений по процедуре голосования нет, но члены участковой избирательной комиссии всегда готовы ответить на вопросы избирателей. Готовы помочь, подсказать, что-то разъяснить, пояснить. Единственное, в этот раз у нас изменился немножко порядок оформления участка, так как вы видите распределение у нас по алфавиту, по буквам. Если раньше было по адресам, в связи с этим могут возникать вопросы. Но я всегда готовы помочь, объяснить и подсказать. За ходом голосования от начала и до окончания выборов будут следить наблюдатели. Несмотря на раннее утро, многие избиратели на участки приходят с детьми. На каждом участке сегодня будет организована развлекательная программа. В ДК «Украина» можно сделать аквагрим, поучаствовать в мастер-классе по рисованию нетрадиционной техники. Также дети могут получить маршрутный лист на участие в мультифесте, который стартует в 14 часов 30 минут в центре спорта «Муравленко». Татьяна Бойко, Владислав Дроботов, новости «Муравленко». В городе проходило досрочное голосование. Это касалось тех, кто по уважительным причинам не смог находиться сегодня на своем избирательном участке и выехал за пределы округа. Бюллетени тех, кто проголосовал досрочно, будут учтены при итоговом подсчете голосов. Сегодня проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню работников нефтегазовой промышленности. В парке культуры и отдыха торжественное открытие праздника состоится в 14 часов. В 17 часов на сцену выйдут муравленковские артисты. Акцентирую внимание, городской мультифест пройдет в центре спорта «Муравленко», а не в парке, как это планировалось ранее. Начало в 14 часов 30 минут. Для ребят приготовили массу развлечений. Группа «Леголайз» и Елена Кукарская выступят вечером, начало концерта в 20 часов, завершит который праздничный салют. Настоящий праздник в честь Дня города для юных жителей организовали и предприниматели. Акцию, приуроченную Дню рождения города, организовал Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. На его призыв сделать праздник детям откликнулись 20 муравленковских бизнесменов. В общей сложности они подготовили около 3000 подарков. Это игрушки, одежда, сертификаты на различные услуги. Лабиринты, батуты и многое другое. Условия получения праздничных сюрпризов просты, но главное – поучаствовать в акции. Получить сертификаты дети до 14 лет смогут только в сопровождении взрослых. Акция пройдет до 6 часов вечера. Адреса центров распространения подарков можно найти в газете «Наш город» и на сайте Фонда поддержки предпринимательства города. В Муравленко в очередной раз зазвучала «Таежная симфония». В этом году фестиваль объединил 23 организации. Конкурсанты не перестают удивлять горожан своим талантом и полетом творческих задумок. В этом убедилась и наш корреспондент Татьяна Бойко. Существует немало мировых хитов, которые легко узнают миллионы людей. Стоит лишь напеть несколько слов. Только что стартовала «Таежная симфония». 25 композиций, 2 часа отличной музыки. Настоящий праздник для души. На самом деле шлягеров прозвучало намного больше. Некоторые конкурсанты не смогли удержаться от соблазна и во многих номерах использовали не по одному, а по несколько хитов. Участники фестиваля не просто спели известные композиции. Они подготовили целое театрализованное представление. Примечательно, что на импровизированную сцену вышли не актеры, а педагоги, воспитатели, библиотекари, преподаватели дополнительного образования. Но их игра, манера исполнения, мимика, жесты, эмоциональность не уступают профессиональным артистам. Смотреть на выступление – одно удовольствие. О, солнце, о солнце мое, стайна фронта ты, стайна фронта ты. Все, все, заработало. Браво! Многие бессмертные хиты, исполненные на английском языке, не нуждаются в переводе. Коллектив молодежного ресурсного центра в своем выступлении использовал песню из фильма «Титаник». Чтобы лучше вжиться в роль, максимально передать эмоции, даже изготовили маленькую копию передней части корабля. Получилось впечатляюще. Честно говоря, мы два дня только думали, из чего это будет, как это будет, устойчиво ли это будет, если будет ветер. То есть у нас очень много было рисков, удержится эта конструкция или нет. Но у нас отличные работники-плотники, и все у нас получилось. Хмуриться не надо, ладно. Мы желаем счастья вам, замечательный сосед, любите девушек. Эти всем известные мелодии хочется не только слушать, но и подпевать. Бурными аплодисментами Муравленков встречает команду педагогов многопрофильного лицея и группу ACDC. Инсталляция на известную композицию «Thunderstruck», что в переводе означает «ошеломленный, сраженный ударом молнии», действительно сразила зрителей на повал. Мы перебрали очень много различных рок-версий. Мы думали, что это будет Queen, возможно, это будет еще какая-то рок-группа. Но остановились на ACDC, это такие пионеры хардкора. И мы решили инсценировать концерт 1991 года, когда эта группа впервые приехала в Москву. Совместную работу представили детская музыкальная и художественная школа. Инсталляция выполнена талантливо, артистично и не без чувства юмора. В основу сюжета лег некий спор между деятелями двух искусств. В итоге получился удивительный номер. Пожалуйста, не шумите. Я работаю. Моя работа требует тишины. Елена Анатольевна, уважаемая, наше искусство требует громкости. У меня, у меня еще Джаконда не смотрена. Джаконда? А, это Монализа, что ли? Лиза, бровь нарисуй. Лиза, губы надуй. Стандартной красоты ведь поменялись. Лиза, никто не ожидал такого. Вот сюрприза. По грузистам ностальгически прекрасное пришли многие муравленковцы. Таежная симфония давно стала народным фестивалем. Без него уже сложно представить празднование дня рождения города. Все, душе перевернулось. Все очень понравилось. Замечательно. Такие мероприятия нам нужны. Надеюсь, они будут каждый год нас радовать. А тема вообще замечательная. Прямо в свою юность вернулась. Больше всего впечатлила вот группа ACDC. По-моему, они представляли лицей. Довольно-таки так красочно, ярко. И самое главное, что звучание аппаратуры позволило всем зрителям услышать всю эту глубину их задумки. Все очень нравится. Мы все рады, что такой праздник устроили. И всех поздравляю с Днем Нефтяника, с Днем Города. Желаю счастья, здоровья. Все-все очень нравится. Все-все замечательные, выступают красиво. Татьяна Бойко, Владислав Дроботов. Новости Муравленко. Сегодня у Муравленко праздничные мероприятия пройдут не только в парке культуры и отдыха. Горожан ждут на церемонии открытия городских скверов и аллей, построенных в рамках программы «Комфортная городская среда». В 11 часов состоится открытие скверов «Здоровье» и «Ямальский». Там будут работать развлекательные и познавательные площадки, торговые павильоны. В полдень муравленковцев приглашают на лесную аллею, где пройдут соревнования по велотриалу, лыжероллерам. Все желающие смогут сдать нормативы ГТО. В час дня состоится торжественное открытие аллеи славы. Пройдет возложение цветов к памятному знаку. Учащиеся школ принесут присягу и вступят в ряды юнармии. Состоится открытие памятной доски «Бессмертный полк». А в 2 часа дня на аллее Зотова высадят деревья. Там пройдет экологический квест и будет работать контактный зоопарк. Это вся информация выпуска. Наши журналисты сегодня будут весь день следить за ходом голосования на избирательных участках. Оперативно мы размещаем информацию на нашем сайте. Муравленко24.ру и в наших официальных группах в социальных сетях. А следующий телевизионный выпуск новостей смотрите на телеканале ТНТ в 12 часов.